я очень рад что люди интересуются потому что голосовой аппарат это очень трудный инструмент очень трудный потому что у нас только все разные нас лица разные мы сами по себе разные характер разные понятно что такие уникум как магомаев там кобзон то есть это изначально уже была какая природа и открытая дорога мы до этого растем и не ставим на этом преграды часто задаваемые вопросы надо ли распиваться разогревать связки конечно надо как любые связки мы должны разогреть даже как у бегуна ну у любого спортсмена связки должны быть в тонусе у танцора то есть наши сердечки то же самое даже тоже связки не меняется вы преподаете основы на академическом вокале ну что значит опять академические то в вашем понимании академический вокал так это все обозначили я основываюсь на физиологии именно физиология связки легкие это основа вокруг связок должна быть пустота здесь уже всякие названия там купол высокоформанта резонаторы но связки вокруг пустота все физиологии вопросу кого что на какой длине у кого-то неб на 3 вся высокая у кого-то она низкое это все природа человеческая и на 1 всех разная у кого-то узкое гортань а Heavenly широкий у кого-то денег узенький это все природа от конечно влияет на качество звука и мы пытаемся раздвинуть расширить эту физиологию чтобы как-то дать свободу сделать комфортность для голоса а что в понимание академический вокал, я не знаю, если вы считаете, что это оперный вокал, то это вы неправильно мыслите. Это не оперный вокал, это инструмент. Инструмент, который мы лепим, создаем, что вы будете играть. Если позволяет природа пойти оперу, есть желание, если позволяет народное пение, джазовое пение. Инструмент, инструмент. Мы лепим инструмент. Получается самое главное связки, сомкнуть и держать их. Да, конечно. Связки – это и есть голосовая щель. То есть, мы ими играем. И научиться играть. Это связки. Связки – это ваш инструмент. Я тоже должна уметь с водой, я боюсь захлебнуться. Что хочу сказать по поводу воды. Вот почему столько придумано всего вот этих упражнений, чтобы у кого не получается, то с водой, конечно, не надо на себя брать ответственность. Я просто вам показал и доказал, что где находится голос. Голос должен быть в одном месте. То есть, вот у него место. Мы должны быть в нем. Это основа. И мы должны его сформировать, натренировать. И за счет воды я показал, что голос не выливается в нос. Никаких ложечек, никаких мозриков, никаких унитазиков, там, картошечек нет. То есть, есть одна природа. Вот гортанная трубка. В ней связки смыкается. На нее падает эта вода. Связки замыкаются. Мы берем чуть по-другому. Мы берем вдох под связки, как затыкаем пробкой от шампанска. Я заткну и совмещаюсь с носовой полостью. То есть, носовая полость – это как раз высокие резонаторы. Если я их не открою, голос будет мне крытый. У эстрадников, я беру, опять же, эстрадников в таком достаточно большом смысле. Западных, европейских. У нас есть люди, которые, в принципе, выполняют эти требования, но они, наверное, сами не знают, как они поедут. Голос должен быть открыто-крытым у эстрадников. Он не должен быть «а-а-а-а». Он не должен быть такой открытый в носу. «А-а-а-а». Он должен быть там «а-а-а». Поэтому он открытый. Он уже изначально открытый. Он внутри. «А-а-а-а». Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. «Опустел тот клён, в поле бродит мгла». Я говорю на этом. То есть, я говорю, вопрос, какой уже, так сказать, стиль у музыки, у песни. Выполняю я это требование или не выполняю этого стиля. Это другой же момент. Это уже музыкальность человека. Его всё-таки врождённое какое-то чувство к этому. Оно должно быть. Или у кого-то раскрывается. Тут надо уже смотреть. Это как раз и есть раскрытие творческого потенциала человека за счёт постановки голоса. То есть, постановка голоса имеет более глубокий смысл не только песни орать, но и развитие как раз духовности нашей внутренней. То есть, мы работаем над внутренним процессом. Можно ли баритона вытянуть до тенора? Мы у баритона можем сделать диапазон, если он есть. Но баритон – это, в первую очередь, как контрабаса. То есть, или вилончель. Вилончель я, естественно, до скрипки не дотянул. Но, опять же, в том смысле, что баритон – он настоящий баритон, а не тенор, который расширен, поёт, как баритон пытается сделать объём искусственный. То тогда надо голос собрать и посмотреть, на самом деле он баритон. Или, как меня вели, баритоном чуть не в басы меня запихивали, а верха никто сделать не может. То есть, не знает, какие делать. Это другой момент. Но из вилончели скрипку мы не сделаем, если он настоящий баритон. Но диапазон расширить мы можем. То есть, я знаю таких баритонов, которые также мне показывали и спокойно добрали. Но окрас голоса более мясистый. Я хочу познать, как работает голосовой аппарат. Можно ли у вас заниматься по видеосвязи? Да, по видеосвязи в основном, в большинстве случаев я и занимаюсь по всей, скажем, нашей необъятной матушке России. Ну, и постсоветское пространство, и, конечно, зарубежи, кто выходит. То есть, этот момент тоже имеет место быть. Поэтому очень жалко, есть люди, которые хотели бы записаться, но по видеосвязи, ну, не знаю, как это записаться. Есть у меня такая женщина. Я бы очень хотел ее показать, потому что достигли с ней замечательных результатов, именно по видеосвязи. Если получится, мы, конечно, я попробую с ней как-то это сделать. Она пришла у меня, пела Илья. Она никогда не пела, пела в детстве. Потом, мама, ну, как обычно, многие приходят такие, которые хотели петь в детстве, мы запретили. Это не профессия, этим заниматься не надо. Но спортом уже занимается, фитнес ходит. Ведь не говорит, что они хотят быть там физкультурниками или там культуристами. Люди ходят заниматься для себя и развивают себя. Почему запрещают заниматься голосами, я не понимаю. Вот просто не понимаю. И она пришла вот ля. Вот ля первой октавы. Мы с ней пытались. Она никогда не пела, еще раз повторяюсь. Был очень большой период. Ей уже за 40, она решила, вот хотела, всю жизнь хотела, но нельзя было. И вот она уже, будучи у нее трое детей, она решила заняться. И мы с ней попытались вот это. Я говорю, ну, покажите голос-то, что у вас? Я ей дал на ту ля всего лишь. И она у меня такая, говорит, да что вы, что вы, это очень высоко. Мне туда, ниже надо. Я говорю, ну, а я слышу по голосу, то есть тембральный, это высокий голос. Я говорю, ну, подождите, давайте попробуем. И вот мы с ней, ну, не мытьем, да катанием, мы все-таки дошли до ля уже вот этой, третьей октавы. То есть не второй, а третий. То есть мы распеваемся с ней, вот, до ля, третья октава. Но начало у нас было очень тяжелое. Опять там вставляли нам колеса с ее стороны, что это зачем тебе, для чего тебе. Но если человеку нравится, человеку нравится петь, почему бы нет? Я вот тоже этого не понимаю. Вот. И мы с ней растянули аппарат до ля. Конечно, не хватает нам уже такого очного общения, чтобы был хороший концертмейстер, ну, по крайней мере, для нее. И для нее, в принципе, нужен уже хороший концертмейстер. И она поет в эстраду, и классику мне может спеть. Вопрос там уже нюансов, уже каких-то вот мелочей в этих произведениях. Вот. Но то, что мы с ней поставили голос и то, что она поет, я попытаюсь ее, конечно, вам показать. Чем вы промываете нос? Я промываю его солью и добавляю соды, чтобы вода была мягкая. То есть я делаю это каждое утро и наполаскиваю горло всегда каждое утро. То есть восстанавливаю связки, потому что приходится очень много показывать. Причем разные жанры. И в разные баритональные басам показывать здесь, и вверху показывать верха. Поэтому аппарат у меня гуляет в разные стороны. Его надо как-то восстанавливать, приводить в какую-то форму. Я водой опять его подсобираю и привожу в эту форму, в которой он должен находиться всегда. Даже речевой аппарат. Вот я на нем разговариваю. А! То есть я встал на эту педальку и на ней и говорю. То есть я говорю на тембре. Ну вот в основном все. Спасибо вам большое, что задаете вопросы, что подписываетесь. Чем могу помочь? Я рассказываю вам путь, который прошел я сам. То есть все это я искал по крупицам, по мелочам выкапывал. Кто-то какую-то часть дает, остальное надо было догонять. Поэтому в Америке, когда мы учились, то есть тот же самый процесс. И когда здесь показывают нам английские песни, типа они поют джазовые, мелодики языка нет. Да, вы выучили английские слова, но это не музыка языка. Музыка языка должна еще сочетаться с мелодией. Не просто мелодия и какой-либо голос, там английские слова. То есть если мы берем, я не против это английских песен. У них очень красивые, замечательные песни. То есть американские песни замечательные. Но мелодика языка должна быть. Они всегда все стоят на темпе. Все. Любые. От Майкла Джексона, до Том Джонса, до Элтона Джонса, до любого. Да кто это не показывает. То есть у них есть природа. Ну повезло им. Они поют. Поют, потому что у них природа. У нас природа более богача, я считаю. Но вот этих знаний не хватает. Они утерялись. Они потерялись в пространстве. Очень стало много преподавателей, которые быстро ляпают, они выходят, все они умеют. Их не учили как преподавателей, их учили как певцов. Они изучали пять лет песенки. Потом вдруг они из того сего стали преподавателем. Каким образом, непонятно. Это совершенно другая профессия. Совершенно другая профессия. И преподаватель, я еще раз говорю, как механик, должен знать нутро машины, а не как на ней ездить. В основном преподаватели наездятся на этом аппарате, он стирается. Дальше до него никому дела нет. Задача стоит вырастить человека. Вырастить. Рост у всех он разный. У кого-то год, а у кого-то пять лет, а у кого-то может быть и вся жизнь. Поэтому на это тратится достаточно очень много сил, но эта энергия тратится на вас. Вы себя раскрываете, вы себя выращиваете и растете, естественно, за счет этого духовно. Я очень рад, что люди интересуются. Есть подписчики, которые подписываются, задают вопросы. И все-таки не все так безнадежно в нашей жизни. Я верю, что все-таки и мы в России не будем подражать только западникам, а все-таки найдем свой путь в голосовом аппарате. И какая-то единая система, понимание его сложится во всех учебных заведениях, а не то, что происходит. Ну, я еще раз говорю, общаюсь и занимаюсь со всеми. Звонят отовсюду. И проблема всегда одна. Все дышат низом живота. Это безграмотность. Ну, безграмотность полная. Потом дышат диафрагмально. Это второе. Никто не говорит. Единственный человек сказал мне, ну, он вообще не имеет никакого отношения к вокалу. Он сказал, что он дышит легкими. Он всегда сопротивлялся и говорил, что нельзя дышать. Ему было неудобно вываливать живот. Он тоже ходил заниматься. Вот. То есть диафрагмой мы не можем дышать. Кишками мы дышать тоже не можем. Дышим мы только легкими. Вот эти легкие надо раскрыть. И у всех легкие, у всех, они разные. У кого-то они изначально раскрыты. У кого-то вообще они сужены. Еле-еле там вдох-выдох. У меня, вот, я про себя опять же говорю, любимого. То есть, почему этот путь прошел? Вообще никак не раскрывались. То есть, как бы ни брал, ни грудная клетка не раскрывалась ни в какую сторону. Вот она как стояла на месте, так и стояла. Ну, какой тут голос? То есть подушка-то не создается, вот эти меха. И постепенно, когда сдувается, глотка в этот момент свободная. А как только уже сдуто, ну, куда? Все, глотка зажатая. Как бы я ни пытался это петь. Ну, понятно, мозги теоретические есть, а природу перед ней обманешь. И природу я долго раскрывал. Ну, свою. Вот. Этот путь я прошел от начала до конца. То есть, все школы, все школы, все, какие есть у нас. Их не так и много. То есть, в принципе, болтология на эту тему очень большая. Преподавателей очень много. А принцип один. Голосовой аппарат, он один. Всего две связки, две гланды, две ноздри, одно горло. Дальше уже процесс какой-то вокруг этого. Танцуем. Все. И дальше, куда вы направите? Или с картошкой будете говорить, это будет такой звук. Или носики, знаете, будет такой звук. Это разговорная речь. Все. То есть, это у нас ум, который вот люди. Сейчас я вам поставлю. Это вообще смешно. Я вам сейчас поставлю низкие ноты. Ну, как вот человек поставит вам низкие ноты. Если он там разговаривает, то уже вот так. И здесь, в гортани. Все. Три школы-то в основном. Все остальное это манипуляция. И умными фразами. И эти, как его, твенги, бэлдинги. Я еще раз говорю, это нажатие. Раньше было пиано, форте, мецофорте. То есть, все нажатие. Тихонечко нажимаем. Вот один звук, посильнее будет другой. Еще сильнее будет третий звук. Нажатие, нажатие. Нажатие на связке, это как раз есть тот импеданс. Это надо понять. Вот это нажатие. Насколько у вас оно. Или вот. Ну, хоть что я могу делать? Вот такое нажатие. И вот мы усиливаем этот хлопок. И здесь уже сюда можем приклеить. Ну, опять же, не иностранные слова. Давайте проще мысль. Чем проще в вашей голове, тем мы растем. Чем просто, то в рост. Чем сложнее, тем сложнее. Все в словах наших есть. Все ответы. Вот давайте не сложнее уйти, а все-таки проще в голове должно быть. Проще. Смыкание связок. Связки настраиваем над декой. Вот он соединяет. Это в носу. Я натренирую этот аппарат и дальше уже на нем пытаюсь уже воспроизводить то или иное произведение. Вот. Ну, вроде я вкратце вам все рассказал. Еще раз благодарю. Спасибо. До новых встреч.